Его приезд для нас — это всё равно, что приезд Путина. Это слова рузаевских каратистов, которым посчастливилось стать участниками тренировочного лагеря под руководством президента и основателя Федерации кёкусенкая карате России Александра Ивановича Танюшкина. Единственный обладатель седьмого дана по карате кёкусенкая в нашей стране проводит мастер-классы не только в России, но и за рубежом. Так, перед визитом в Рузаевку, Шихан из Москвы повышал мастерство каратистов в Хабаровске и Томске, а до этого посетил Голландию. Вот это событие не только для Рузаевки, но и для всей Мордовии очень сильно значимое, поскольку это человек первый раз у нас в гостях, он путешествует по всему миру, не только по России, проводит мастер-классы. Ему есть, что показать нашим ребятам, и нашим ребятам есть, ему у нас, естественно, поучиться. Программа тренировочного лагеря насыщенная. В течение двух дней Александр Танюшкин провёл шесть мастер-классов, в которых в общей сложности сумели поучаствовать более 90 спортсменов из Рузаевки, Саранска, Зубовые поляны, а также из Пензы, Нижнего Новгорода, Москвы и даже Екатеринбурга, откуда в Мордовию приехал двукратный чемпион мира Евгений Мамро. Заслуженный мастер спорта преодолел 1300 километров ради сдачи экзамена на очередной уже третий дан. Принять такой экзамен может в России только Александр Танюшкин. Мы пять лет готовились для того, чтобы именно подойти к этому. Сегодня мы здесь, нас ждёт, я думаю, что серьёзная сдача, в требованиях написано, и мы к этому готовились. Нас ждёт 50 боёв по две минуты. Всю терминологию нужно знать с белого пояса до чёрных поясов. Нужно проделать десяток раз одно и то же като. Это будет сложно. Никаких шпаргалок нет, это не институт, здесь все шпаргалки у нас в голове. Мы должны быть подготовлены не только теоретически, но и практически, и функционально. Потому что здесь проделываем мы большой объём физической работы. Если ты не готов психологически, функционально, то тебе здесь не место. Анжелика Сабаева из Москвы побеждала на чемпионатах мира по каратэ Киокусинкай трижды. Но и она не поленилась и нашла время на то, чтобы приехать. И в очередной для себя раз позаниматься под руководством президента и основателя Федерации Киокусинкай России. Он же президент наш, понимаете, он основатель. То есть если бы не было его, не было вообще в России нашего Кикушина. То есть для нас он просто как, да, даже круче президента. Александр Иванович Танюшкин впервые увидел приёмы каратэ в кинофильме «Гений дзюдо» в 1969 году. После чего сам захотел овладеть этим искусством. В 19 лет он по обмену студентов попал в Польшу, где и постигал азы каратэ. Каратэ – это не просто спорт, а это школа боевого искусства. Что мы делаем кихон для того, чтобы мучить технику. А для того, что, во-первых, техника нужна в самообороне. Я стараюсь это показывать. А второе – это формирует тело, сознание, координацию, правильное перемещение в пространстве. То есть это необходимые вещи, которые для работы над своим сознанием, над своим телом. В 1973 году Александр Танюшкин вернулся на родину и открыл первую секцию кёкусенкай в нашей стране. Неустанно повышая свой личный уровень подготовки, Александр Иванович активно развивал и пропагандировал этот вид спорта в Советском Союзе. Причём, даже когда каратэ оказалось под запретом. В конце 1989 года именно он основал Федерацию кёкусенкай СССР, а впоследствии возглавил и аналогичную российскую организацию. Вот здесь в рядах стоят ребята из разных регионов, а практически все делают одинаково. И так моя задача, чтобы по России школа была одна. Вот этого мы добиваемся. Федерация существует уже 40 лет, можно сказать. А помощь государства у нас такая минимальная. Главное, чтобы не мешало. Ну а второе, если вас заметят как-то местное руководство, у нас какие-то средства на выезд команд, на организацию каких-то мероприятий, то, конечно, подстегли под колеснёт уровень. Поэтому, конечно, зависит много от своей собственной работы и желания. Ну и от внимания вашего руководства, района, области, республики, которая могла поддержать каратэ. Трёхдневный тренировочный лагерь в Розаевке завершили экзамены, которые принял сам Александр Иванович. Из 40 сдававших в итоге все получили право носить новые цвета поясов или, как Евгений Мамро, новую полоску на чёрном поясе мастера. Три десятка из них – воспитанники местной школы каратэ, которая в России уже на хорошем счету. Я знаю, что Розаевка – это такой центр боевой подготовки. Сюда Алексей Горохов часто приезжает и проводит здесь турниры интересные. У ваших ребят он был чемпион мира, парень. Я тоже знаю из Розаевки. То есть уровень-то хороший. Просто первый раз нам получилось так, что я провожу свои сборы. То, что я здесь не был, значит, что ничего здесь не делалось. На путь все одно. В регионах приводят сейчас более-более молодых ребят. Потому что ведь у нас школа отказалась от системы воспитания. А у нас существует системы воспитания. Ненавязчивое, спокойное в зале, форма кимоно, умение строить, умение выполнять команды. Ну и на отсутствие того, чтобы не только детей приводили родители, чтобы сами одевали кимоно. Рядом с детьми становились в ряды и начинали заниматься каратэ. То есть каратэ заниматься никогда не поздно.